доброе утро друзья вторник сегодня 15 марта сегодня очень интересный день ну как бы в ходе избирательной кампании президентской то есть сегодня праймерис и у республиканцев и у демократов в там четырех пяти штатах того у одних четырех у других пяти там по-разному но там как бы есть штаты серьезные с большим количеством делегатов и на республиканской стороне два штата это флорида и агайо там победитель забирает все голоса так у них обычно они там делили в некоторые пропорции вот а тут уже дележки не будет и это два очень мощных штат значит во флориде там по-моему 99 голосов это много и вахае не помню сколько но тоже и вот я буду сегодня в течение дня посматривать очень интересно значит может оказаться что сегодня решится участие дальнейшее господина рубио у него он сенатор от штата флорида но по всем опросам он проигрывал трампу во флориде и если он еще и там не соберет когда в собственном штате у него не получится быть первым я думаю что на этом его компания закончится совсем то есть он он в общем то итак крайне неуспешный так скажем предельно неуспешный в своей избирательной кампании вот что тут у нас тут проскочим ах ты не хорошо и вот да но там еще один республиканец значит господин касич который является губернатором штата агайо и значит тоже вопрос интересный получится ли у него чего-то в штате агайо я сам губернатор опять же по опросам вроде бы он там лидирует лидирует но в общем то это единственный штат будет в котором он победит и я даже не знаю с точки зрения там подсчета голосов он из четырех кандидатов самый такой незаметненький потому что совсем плохонький вот и что там будет после этого дела я не знаю но мы можем оказаться в ситуации когда после сегодняшних выборов результат которых в принципе уже в общем то так он предсказывается если только не будет каких-то сюрпризов неожиданных то может оказаться что и рубио и касич им просто ну ну как бы надо будет уходить уже совсем вот ну ну посмотрим дело в том что среди республиканцев сам круиз да то есть как бы номер один по количеству голосов противник трампа он тоже не сильно популярный мужик то есть его начальство не любит он экстремист вот и его коллеги тоже недолюбливают поэтому как сказать тоже вот такой поцелуй без любви в эти то есть в состоянии ли он собрать против себя вокруг себя тех внутри партии тех кто против трампа тоже такой вопрос сомнительный потому что вот такой не симпатичный сам мужик вот тоже самое что с клинтон происходит да вроде не симпатичная тетка но но как бы другой нету в общем посмотрим что произойдет потому что возможны какие-то изменения сегодня надо сказать что на демократической стороне из-за пяти штатов вроде бы в четырех так как бы явно должна была бы победить хиллари клинтон а один штат вроде так тяготеет заметно тяготеет берни сандерса но за месяц фонд избирательной компании берни сандерса поступило что-то там 45 миллионов долларов это очень приличная сумма и дает ему много гибкости в том где потратить как потратить там в ямку попали вот поэтому строительные работы влияют на качество дорожного покрытия рядом со стройкой я так чувствую так вот не исключены какие-то перемены неожиданности потому что за последнюю неделю результаты значит предварительных таких слова вылетела вот полз вот эти вот значит вопросы результаты опросов показывали такую заметную тенденцию к сокращению разрыва между хиллари и сандерсом вот как интересно тут еще один момент интересный что все-таки закончили голосовать южные штаты практически сейчас последний там есть еще один сегодня тоже будет и там большая поддержка со стороны чернокожих американцев у хиллари клинтон но эта история закончилась то есть дальше начинается другая совсем америка и у сандерса там гораздо лучше шансы поэтому в общем мужик не сдается героически бьется и он начал цеплять хиллари он вообще очень этично себя вел все это время стараясь не трогать клинтон вот в больных для нее местах например скажем вот эта история с email серверами он он не касался этой истории он говорит я я не буду этого делать это вот пусть там если республиканцы хотят а я вот внутри партийно так сказать я не буду вот но сейчас он начал использовать некоторые вещи которые раньше не трогал но в общем они эффективными для него оказались там в частности позиция клинтон там на в отношении world straight agreement там и так далее поэтому но посмотрим посмотрим очень интересно очень интересно я ну когда вечером домой поеду уже может быть какие-то штаты там будут но в основном наверное еще нет ну тогда завтра расскажу вот такие у нас примерно дела на избирательных фронтах так что сегодня вот мы что-то такое увидим посмотрим что еще сказать там идет знаете идет некий базар по поводу того что трамп вот на его этих мероприятиях там какие-то противники значит приходят на эти мероприятия протестующие но это обычное дело это не то что вот как как какие-то гады вдруг вот значит там что-то такое против него устроили это это все время происходит то есть кто-то выступает кто-то приходит там по протестовать там и так далее они наверное даже немножко организованные я я не хочу сказать что вдруг там допустим пришло несколько десятков человек и и каждый из них пришел по зову сердца там ни с кем не сговаривать вполне возможно там они как-то там организованы но дело в том что дело в том что действительно трамп в своей этой риторики он призывает к насилию мордобою он это говорит что люди имеют право себя защищать там и так далее так далее что там пришел какой-то хулиган а давай его по морде а в следующий раз придет вообще убить его там и так далее то есть наверное на республиканской стороне и может быть не только на республиканской есть люди которые вот ну такого плана да там не нравится чем моему морду набьем там он протестует бы как это он против наших протестует чем морду набьем там и так далее он действительно провоцирует насилие это это никаких тут нету никакой двойственности в этом нету поэтому другой вопрос значит почему так получается что скажем полиция не не разъединяет протестующих там и митингующих потому что в принципе всякий раз когда такие мероприятия проходят зная что там всегда есть протестующие могут стычки какие-то быть и так далее значит обычно что там стоит полиция она их разделяет там наиболее буйных тут же повязывают так сейчас на камеру повернем вот наиболее буйных повязывают куда-то там в участок отводят вот как мы в шляпе прям как родных о и в данном случае полиция то ли они не готовы были то ли то ли что ну ну не знаю бывает если бы знал бы сказал но безусловно недоработка была со стороны полиции и в некоторых городах трампу пришлось отменить свои мероприятия потому что там очень очень сильные были протесты и и он теперь обвиняет сторонников сандерса что это мол они там ему устроили мы не знаем насчет сторонников сандерса возможно они считая трампа фашистом которая нужно остановить вторым гитлером и так далее вот они имеют право так считать может быть они хотели так делать я не знаю безусловно сандерс их их не не толкал не 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 подстрекал публично но это не повод это не повод призывать к мордобою это не повод значит вот эти все рассуждения вы если если вы послушаете что он сказал может быть записи где то есть мысли в текстовом виде есть как бы стенограмма я я то его и слышал и читал там совершенно совершенно однозначный призыв к насилию и это нравится многим понимаете многим нравится пора уже пора уже прийти от мордовать вот этих вот которые там ходят протестуют понимать поэтому вот такая вот такая вот нынче ситуация счастливо